Бурова медвежонка подбросили неизвестные в Преамурский зоосад имени Сысоева на Воронеже. Причем люди, которые это сделали, просто обманули сотрудников центра. За этот сезон это не первый зверь, который попадает в руки специалистов подобным образом. С новоселами по неволе сегодня знакомилась Анна Леонова. Такой жалобный плач здесь раздается практически постоянно. Малышу нужна мама и ее молоко. Хотя местная коза Зойка усердно снабжает зверька ценным продуктом. Его подкинули самым наглым образом, возмущаются сотрудники зоосада. Двое принесли коробку, сказали, что в ней птица и скрылись. Поставили, повернулись и практически убежали. А когда через несколько секунд раздался оттуда плач, уже было поздно куда-то бежать. Мы превращаемся в зверей. Мне очень хочется посмотреть в глаза тому горе-охотнику. Явно, что вот убили медведицу на берлоге, и я сомневаюсь, что ради еды. А если даже и ради еды, ну кусок в горло не полезет. Сейчас бурый мишка на карантине. Кормят его через каждые два часа. Обязательная ежедневная процедура косолапого на весы. 3-400. Зверь растет. И совсем скоро его судьбой займется Минприроды края. Мы можем предположить, что, наверное, ему месяц, максимум полтора, у него совершенно нету зубов, у него даже еще не прорезались. То есть вот он берет, совершенно десенки голые. А эту хитрую особу не подбрасывали, а принесли, чтобы ее спасли специалисты. За рыбий хвост выдра продаст душу. Тяжелую травму головы и отнимающиеся лапы речной обитательницы в засаде вылечили за месяц. А крестили хищницу под названием реки, где ее нашли, Санку. Для своих она просто Санька. Ей обязательно нужен балер новый с просторным бассейном, чтобы она могла плавать в нем, ухаживать за собой, чистить шерстку свою, проводить гигиенические процедуры. Выдра прописалась здесь навсегда, как и все остальные подкинутые и подаренные обитатели за осада. А вот с кем совсем скоро придется прощаться, так это с трехмесячным Агатом. Сейчас он вовсю резрится на публике, но уже в следующем месяце покинет родной дом. В столице решают судьбу первого на Дальнем Востоке тигренка, рожденного в неволе. Анна Леонова, Сергей Забелин, Вести Хабаровск.